Противопухолевые вакцины Противопухолевые вакцины Противопухолевые вакцины Противопухолевые вакцины Противопухолевые вакцины Коингибирующие и костимулирующие молекулы на мембране Т-клеток играют ключевую роль и определяют функциональный результат передачи сигнала в иммунном синапсе. Разработка противоопухолевого лечения на основе моноклональных антител, блокирующих CTLA-4, PD-1 рецептор, является существенным прорывом в иммунотерапии злокачественных опухолей. В настоящее время проводится поиск новых терапевтических мишеней для разработки новых таргетных препаратов и рассматривается в качестве перспективных мишеней несколько молекул. Например, молекула CD137, которая является активационным рецептором на Т-лимфоцитах. Сигнальный путь CD27, который приводит к активации, увеличению пролиферации и жизнеспособности токсических Т-лимфоцитов и усилению активации Т-киллеров. Активация сигнального пути ИКОС, ИКОС-лигант, также способствует образованию долговременной иммунологической памяти и увеличению активации пролиферирующих Т-лимфоцитов. Таким образом, существует большое количество активирующих, ингибирующих взаимодействий между антигенпрезентирующей клеткой и дендритной клеткой, которые и определяют характер последующих иммунных реакций. Иммунный синапс – это высокоспециализированное соединение между антигенпрезентирующей клеткой и Т-лимфоцитом, состоящим из центрального кластера рецепторов Т-клеток, окруженное кольцом молекул адгезии. Формирование иммунного синапса происходит в нескольких этапах. Первый этап – это поляризация, активация и установление зоны первичного контакта. Второй этап – это образование зрелого иммунного синапса. И третий этап – это активация и образование клона специфических Т-лимфоцитов. При поляризации происходит сближение клеток в результате продукции дендритными клетками ЦЦ-химакинов, ЦЦЛ-19, ЦЦЛ-21 и взаимодействия с Т-клетками при помощи ЦЦР-рецептора. Происходит перераспределение мембранных молекул. В лидирующем участке формирующегося иммунного синапса скапливаются молекулы адгезии. Это ЛФА1 на Т-клетке и молекула ИКАМ на дендритной клетке. И периферическую зону занимают рецепторы, которые играют ключевую роль в иммунном ответе. Это иммуногенный комплекс MHC-пептид – это клеточный рецептор. При формировании зрелого иммунного синапса происходит смена местами соответствующих участков. Комплекс MHC-пептид – это клеточный рецептор CD3 устремляется в центральную зону и окруженная кольцом молекулы адгезии, периферическим кольцом надмолекулярного супрамолекулярного кластера активации. Эти молекулы адгезии составляют механическую основу поддержания Т-клетки и дендритной клетки в иммунном синапсе и удерживают ситоскелет. В организме при обнаружении неродственного антигена Т-лимфоциты в лимфатических узлах кратковременно лишь взаимодействуют с антиген-презентирующими клетками. Период контакта составляет менее трех минут. Далее, таким образом, при сканировании дендритная клетка способна в час до тысячи Т-клеточных рецепторов сканировать. И показано, что каждый комплекс МХС-пептид может распознавать до 200 клеточных рецепторов в час. При обнаружении родственного антигена происходит более длительное взаимодействие антиген-презентирующей клетки и Т-лимфоцита. Время увеличивается до 10-12 минут. И если доза антигена достаточно высока и количество комплекса МХС-пептид на дендритных клетках соответствует, происходит образование стабильных кластеров взаимодействия. И этот процесс занимает от трех до пяти часов. В результате чего вырабатывается большое количество интерлейкина второго, образуются эффекторные Т-клетки, Т-клетки памяти. И третий этап – это восстановление подвижности Т-клеток и образование клоноспецифических Т-лимфоцитов. Для визуализации иммунного синапса мы используем метод мультиспектральной проточной цитометрии, который позволяет нам, используя красители, эти процессы визуализировать. Используя фалоидин, мы можем увидеть реорганизацию цицискелета, полиримеризацию эфактина окрашивается фалоидином. И окрашивание ЛФА мы видим накопление молекулы ЛФА в лидирующем участке. То есть формируется иммунный синапс, чего не происходит в отрицательном контроле. Таким образом, инициирование адаптивных иммунных ответов предшествует именно тесное взаимодействие Т-лимфоцита с дендритной клеткой. Здесь представлены микрофотографии зрелых дендритных клеток, полученных в нашей лаборатории, окрашенные флуоресцентными красителями и выполненные с помощью конфокальной микроскопии. Степень зрелости дендритных клеток определяет стабильность и продолжительность контактов для формирования иммунного синапса. Зрелые дендритные клетки характеризуются высокой экспрессией дифференцировочного антигена CD83, утратой молекулы CD1A по сравнению с незрелыми дендритными клетками, высоким уровнем экспрессии костимулирующих молекул CD80, CD86, CD40, а также белков, участвующих в презентации антигена H или ADR и молекул химокинового рецептора CCR7. Однако активация созревания дендритных клеток может быть заблокирована в микроокружении опухоли различными факторами или их комбинациями. Для изучения влияния продукции клеточными культурами иммуносупрессивных факторов на подвижность созревающих дендритных клеток нами была создана 2D-система кокультивирования незрелых дендритных клеток и в данном случае представлены клеточные культуры меланомы кожи. Для этого мы использовали двухлуночные силиконовые вставки, в которые помещались в определенной концентрации незрелые дендритные клетки и клеточные культуры меланомы кожи с использованием определенных ростовых факторов питательной среды. Инсерты находились на расстоянии 500 микрометров. После прикрепления клеток к субстрату силиконовые вставки удалялись, и данная система помещалась в систему прижизненного наблюдения и визуализации селакю. Использовался метод фазового контраста, и наблюдение продолжалось в течение 24-48 часов. Оказалось, что наиболее ингибирующее воздействие на подвижность созревающих дендритных клеток оказывает интерлекин-10. Установлена обратная зависимость продукции интерлекина-10 и скорость движения созревающих дендритных клеток. Обнаружено схожее воздействие VGF и TGF-β1 на подвижность и миграцию дендритных клеток. Обнаружено статистически значимое различие в контрольной группе, в контрольных образцах и в образцах, содержащих иммуносупрессирующие факторы по двум направлениям – по скорости движения и по длине прохождения траектории. Таким образом, как я уже сказала, степень зрелости дендритных клеток является ключевой характеристикой и для проведения контроля качества дендритно-клеточных вакцин. Мы провели оценку специфичности пролиферации Т-лимфоцитов в присутствии вакцинных дендритных клеток разной степени зрелости. Выявлено статистически значимое увеличение относительного содержания пролиферирующих Т-лимфоцитов при активации именно зрелыми дендритными клетками по сравнению с незрелыми дендритными клетками. И также в качестве отрицательного контроля нами были использованы раково-тестикулярные антигены, которые не приводят, не индуцируют пролиферацию Т-лимфоцитов. Это те антигены, которые используются для нагрузки и активации дендритных клеток. При индивидуальном анализе изменения пролиферативной активности Т-лимфоцитов при стимуляции зрелыми дендритными клетками мы использовали мононуклеары пациенток 51 года. Это меланома кожи передней брюшной стенки с метастазами в легких. Этот пациент на протяжении нескольких лет получал хирургическое лечение по поводу метастазов. И с 2015 года получал дендритно-клеточную вакцину. И до сих пор находится на лечении в медицинкологии Петрова 45 введений проведено пациенту. Нужно сказать, что при изучении пролиферативной активности при индукции зрелыми дендритными клетками в течение первого года лечения выявлено 13,8% пролиферирующих Т-лимфоцитов до начала лечения, увеличение до практически 50% после четвертого цикла вакцинотерапии, после шестого цикла вакцинотерапии это уже 60% и около 70% у пациента после десятого введения, практически год лечения. Аналогичные результаты были получены в группах пациентов диссиминированной меланомой кожи. Было выявлено, что в группе пациентов с клиническим эффектом достоверное увеличение в ходе лечения от начала лечения и в течение года до 12-го введения было прослежено, увеличение относительного содержания антигеноспецифических Т-лимфоцитов при индукции зрелыми дендритными клетками. Достоверных результатов у пациентов с прогрессированным заболеванием получено не было. Таким образом, адаптированный нами метод функциональной оценки Т-лимфоцитов по их способности к антигеноспецифической пролиферации под воздействием зрелыми дендритными клетками может быть использован как для контроля качества дендритно-клеточных вакцин, так и для проведения мониторинга эффективности дендритно-клеточных вакцин. Для анализа токсической активности образовавшегося клона мы использовали прибор «Анализ Экселинджер» для изучения пролиферативной и миграционной активности клеточных культур. Этот прибор позволяет без использования каких-либо меток и красителей проводить исследования. Методика основана на микроэлектронных биосенсорах, которые интегрированы в дно лунки специальной культуральной планшеты. И в нашем исследовании в качестве клеток-мишеней мы использовали клеточные культуры, аутологичные клеточные культуры, которые вносили в лунки планшета. И в качестве клеток-эффекторов использовали именно антигеноспецифические полученные Т-лимфоциты, полученные при индукции зрелыми дендритными клетками. Взаимодействие клеточных культур с биосенсорами регистрируется с помощью клеточного индекса, который коррелирует с числом, размером и степенью контакта с биосенсорами. Увеличение клеточного индекса свидетельствует о пролиферации, о росте клеточной культуры, и, соответственно, уменьшение клеточного индекса нам свидетельствует о гибели клеточной культуры. При проведении специфической цитотоксической активности эффекторных Т-лимфоцитов, клеточные культуры в качестве контроля были высажены в дно лунки планшета, которые проходили фазу роста и достигали монослоя. Контролем положительным считались клеточные культуры без добавления клеток-эффекторов, где регистрировался непрерывный сигнал импеданса. В результате работы было зарегистрировано два типа ответа взаимодействия токсических Т-лимфоцитов и опухолевых клеток. Первое – это быстрое снижение клеточного индекса. После добавления практически в первые же минуты происходит снижение пролиферативной активности. Т-клетки-эффекторы были добавлены в различных соотношениях – 10 к 1, 20 к 1, 30 к 1. Второй тип ответа – это когда в клеточной опухолевой культуре, в данном случае мы использовали аутологичные клеточные культуры меланома кожи, были добавлены цитотоксические Т-лимфоциты. И мы наблюдаем увеличение клеточного индекса по сравнению с контролем. Таким образом, определение цитотоксической активности может быть количественным методом для оценки прогноза эффективности лечения с использованием дендритно-клеточных вакцин. Ну и естественно, нами был проведен тщательный анализ именно по различным субпопуляциям образовавшихся клонов цитотоксических Т-лимфоцитов. Здесь представлен субпуляционный состав Т-клеток пациента 57 лет, метастатическая меланома кожи правого бедра до начала лечения и после проведения шести циклов терапии. Мы видим, что при индукции зрелыми дендритными клетками образуется клон цитотоксических Т-лимфоцитов. Он увеличивается после шести введения дендритно-клеточной вакцины. При анализе этого клона было отмечено уменьшение наивных цитотоксических Т-лимфоцитов, что может свидетельствовать активации в пуле цитотоксических Т-лимфоцитов, увеличение эффекторных Т-лимфоцитов ТМРА и небольшое увеличение клеток центральной и периферической памяти. Учитывая, что свою цитотоксичность CD8-Т-лимфоциты выполняют с помощью гранул гранзим-Б и перфорин, мы изучили содержание в этих клетках гранзим-Б, продуцирующей Т-лимфоциты. До начала лечения эти клетки содержат 74% клеток и после шести циклов увеличивается это значение. И интересным является то, что мы посмотрели, насколько эти гранулы содержатся в эффекторных Т-лимфоцитах. Было выявлено, что эффекторные Т-лимфоциты практически на 95% и до начала лечения и после проведения шести циклов содержат цитотоксические гранулы гранзим-Б. Ну и заканчивая свой доклад, я хочу сказать, что последующие наши исследования будут уже сфокусированы на разработке 3D-инвитромоделей для оценки специфического противоопухолевого эффекта. Для этого мы будем производить соккультивирование опухолевого сфероида с зрелыми дендритными клетками, с токсическими Т-лимфоцитами, оценку интеграции лимфоцитов в сфероид, определение содержания жизнеспособности клеток в сфероиде и оценку уменьшения размера сфероида или снижения скорости его роста. Спасибо за внимание. Продолжение следует...